Всем привет! Сегодня на обзоре смартфон от бренда XGODI, либо XGODI, не знаю как правильно произносится. Модель маркируется как Note 10. Имеет большой дисплей 7,2 дюйма, работает на 9 андроиде, поддерживает 4G сети, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 внутренний накопитель. Давайте перейдем на сайт продавца и посмотрим более подробно. Ну вот мы сейчас находимся на странице продавца. 65 долларов 99 центов стоит данный смартфон в стандартной комплектации. Смартфон представлен в пяти цветовых решениях. Голубой градиент, черный, голубой, красный и пурпурный градиент. По характеристикам модель Note 10. Большой дисплей 7,2 дюйма, соотношением сторон 19 на 9. 9 андроид, 4-ядерный процессор MTK6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 16 гигабайт внутренней памяти с возможностью расширения карточкой microSD до 64 гигабайт и 2 гигабайт оперативной памяти. Посредственные камеры на 5 мегапикселей, что фронтальная, что задняя. Емкость аккумулятора составляет 3600 мА, поддерживает 2G, 3G и 4G сети. И также еще заявлена поддержка Face ID, разблокировка по лицу. Ну и здесь уже пошли разные картинки. Давайте переходим, смотрим вживую. Вот собственно вся комплектация. Сам смартфон, задняя крышка у меня в красном цвете, зарядное устройство 5 вольт 1 ампер, кабель USB на microUSB, инструкция. Также имеется силиконовый чехольчик. И также идет в комплекте защитная пленочка и защитное стекло. Вот таким образом выглядит смартфон. Можно установить 2 сим-карты, одна формата nano, другая формата micro. Либо одну сим-карту формата nano и карточку памяти microSD. Давайте аккумулятор освободим. Наденем заднюю крышку. Вот эти наклеечки снимем. Вот так красиво все выглядит. На экране уже также наклеена защитная пленочка. Давайте включим. Это все пока уберем. Разряжена батарейка. Ну вот, максимальная яркость. Минимальная. Давайте пока не разрядился, зайдем в настройки. Ну вот, нажимаем language. Здесь выбираем русский. Ну вот, здесь чисто голый Android. Ничего лишнего нет. Давайте настройки посмотрим. Wi-Fi, Bluetooth, сим-карты, передача данных. Ну вот, здесь все стандартно. Жесты вот есть какие-то. Местоположение, безопасность, аккаунты, язык, восстановление сброса, дата-время. О телефоне. Модель Note 10, девятый Android. Давайте я попользуюсь, установлю разные программки и вам все расскажу. Ну что, попользовался я смартфоном, установил некоторые программки, тесты сделал. Интерфейс достаточно шустрый, ничего не лагает. На распаковке в начале обзора я не показал. Вот здесь вот сверху разъем под наушники 3,5 мм. На правой грани у нас качелька громкости и кнопка питания. Маленькое отверстие, это кнопочка сброса Reset. Снизу у нас динамик, микрофон и микро-USB для подзарядки. Что касается камер. Камера здесь только одна, вот эта вот верхняя, а две снизу просто сделаны для красоты. Давайте в AIDA64 зайдем. Система. Note 10, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 внутренней, Bluetooth Plus имеется. Центральный процессор. 4 ядра, Cortex-A53, тактовая частота 1300 МГц. Отображение. Разрешение экрана всего лишь 480 на 960, то есть в YouTube у вас будет разрешение максимально доступное только 480. За видео отвечает Mali-T720. По андроиду. AIDA64 показывает, что Android 6.0. Если зайти, например, в приложение CPU-Z, здесь у нас система показывает Android 9.0. Также если зайти, например, в настройки, о телефоне, и покликать на версию андроида, открывается Android Pay, то есть Android 9.0. Мультитач давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шестой уже нет. Мультитач 5 касаний. Давайте, в принципе, все тесты посмотрим. В Antutu телефон набирает 30 тысяч. 3DMark в режиме iStorm 3195, в режиме iStorm Extreme 2000. Чтение внутренней памяти 62 МБ в секунду. Троттлинг тест я также делал, как вы можете видеть, никакого троттлинга нет. GPS можно пользоваться. Вот у меня у окна несколько спутников поймал. Спид-тест по Wi-Fi 2.4 ГГц на получение 34 Мбит на отдачу 36. Wi-Fi 5 МГц на получение 43 на отдачу 50. Давайте на YouTube зайдем. Откроем какой-нибудь ролик. Ну вот у нас 4К какой-то ролик. Ну вот пошел ролик. Можно увеличить. И как вы видите, качество максимально 480. Если хотите побольше качества, можно зайти в браузер. И через браузер уже зайти на YouTube. И здесь уже можете выбрать... Ну давайте вот Full HD хотя бы поставим. Ну вот Full HD картинка уже получше. Фильмы, телепередачи можно смотреть. Смартфон далеко не игровой, но в некоторые игры все-таки поиграть можно. Я даже установил PUBG Mobile, Asphalt 8, World of Tanks. Давайте Asphalt запустим, например. Давайте танки запустим, более требовательная игра. Обрезает вот здесь FPS, но по первой цифре видно, что где-то 30-40 FPS. Ну в принципе танки на 30-40 FPS можно поиграть. Ну и давайте попробуем PUBG. Не знаю, запустится она вообще или нет. Давайте попробуем, найдем какое-нибудь оружие. Так. Так. Давайте попробуем. Пока. ٰ Данный телефон, конечно, не для таких игр, но, тем не менее, как видите, можно и в PUBG поиграть. Что касается камеры, камера здесь, конечно, такая посредственная. Давайте попробуем что-нибудь сфоткать. Ну, в принципе, текст можно сфотографировать. Ну вот, я цветочек фотографировал. По автономности, по батарее. Я включал в YouTube ролик часовой на средней яркости, на средней громкости, за час разрядился телефон на 20%. Вот и считайте, где-то на 5 часов YouTube вам хватит. И за ночь телефон за 8 часов разрядился в режиме ожидания на 5%. Такая вот плюс-минус автономность. Ну и в завершении могу сказать, что смартфон, в принципе, неплохой. За небольшие деньги вы получаете смартфон с большим дисплеем. На нем удобно кино посмотреть, в YouTube что-то глянуть, в социальных сетях, в браузере удобно работать. Вполне неплохой такой бюджетник, с большим дисплеем, с красивым внешним видом, за адекватные деньги. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.